Внимание! Программа «Сохраняйте чек» не направлена на рекламирование товаров и услуг. Участие рекламодателей исключено. Цель программы – повышение уровня покупательской и потребительской грамотности граждан. Здравствуйте! В эфире полезно-потребительская программа «Сохраняйте чек». С вами Наталья Денисова, ваш гид в мире правильных покупок. Сегодня у нас мягкий выпуск. Этот продукт за границей уже давно стал привычным завтраком благодаря легкости приготовления. И практически в каждой стране есть свой особенный рецепт такого нежного десерта. Их называют венскими, бельгийскими, голландскими и даже французскими, но все они имеют одно общее определение – мягкие вафли. О них сегодня и поговорим. Узнаем, каким должен быть хороший продукт, как производители могут сэкономить на изготовлении этого десерта и, конечно, проверим на качество несколько популярных торговых марок. Мы начинаем! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Такой десерт стал пользоваться высоким спросом и быстро распространился по всему миру. Другие кондитеры начали экспериментировать с начинкой. И так появились вафли с кремом, медом, вареньем, свежими ягодами и фруктами. Даже соленые вафли имели популярность. Их ели вместо хлеба без начинки или как сэндвичи с плавленным сыром или беконом. Выбор вкусов мягких вафель и сегодня остается широким. Узнаем, как самарцы справляются с выбором. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чтобы они как-то проминались хорошо, тесто было хорошее, на цвет был хороший, на запах, чтобы они были такие ароматные. Главное, на цену, наверное, больше. И какие самые дешевые такие бюро? Состав, срок годности. Во многих магазинах это актуально, срок годности, потому что иногда встречается не то, что хотелось бы. Состав, что входит. Ну и, соответственно, чтобы были какие-то натуральные ингредиенты, входящие в состав продукции, это обязательно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В состав качественных мягких вафель входит всего несколько ингредиентов – мука, сливки, куриные яйца и сахар. Чтобы разнообразить рецепт, некоторые кулинары используют, например, какао-порошок. Позже жидкое тесто заливают в специальные формы и выпекают так, что вафли имеют клетчатый рисунок. Это изюминка такого десерта. Ну и, конечно, начинка, в качестве которой многие используют взбитые сливки. Несмотря на простоту состава, калорийность таких вафель немаленькая – почти 490 килокалорий на 100 граммов. Поэтому такой десерт строго противопоказан людям с лишним весом и больным сахарным диабетом. Кроме того, врачи не рекомендуют лакомиться этими вафлями людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Но это совершенно не значит, что продукт не содержит в себе никакой пользы. В мягких вафлях есть витамины А, В и Е. Они не только утоляют голод, но и стимулируют умственную деятельность. И, конечно, радуют своим невероятным вкусом. Поэтому в качестве десерта такой продукт иногда можно себе позволить, но точно не употреблять его ежедневно. А чтобы понять, какие вафли действительно мягкие и вкусные, возьмем на пробу три варианта от трех разных производителей. Героями сегодняшней программы станут торговые марки Акульчев, Аладушкин и Шарлиз. Расставим по алфавиту согласно названиям и присвоим каждому номер от одного до трех. Испытаем и в завершение узнаем, кто окажется победителем программы «Сохраняйте чек». Специалисты утверждают, что самые полезные мягкие вафли без начинки. Ведь в ней кроются практически все добавки и усилители вкуса. Но без нее продукт становится не таким вкусным и приятным потребителю. Потому следует найти компромисс вкуса и пользы и приобрести вафли с ягодной начинкой. По словам специалистов, именно такое лакомство содержит в себе наименьшее количество калорий. Начинать исследование данного продукта необходимо с его внешнего вида и запаха. Помимо всего прочего, в лаборатории у нас еще также будут исследованы данные вафли на массовую долю влаги, щелочность и массовую долю нерастворимых остатков, то есть механических примесей, которые не растворяются. Так что опасных десертов на полках магазинов вы точно не найдете. Все продукты, которые предоставляются на выбор потребителю, проходят тщательную проверку на наличие опасных примесей. Но за качество специалисты, к сожалению, не отвечают. И чтобы выбрать не просто безопасное, но и вкусное лакомство, придется самостоятельно изучить продукт. Если мы говорим про вафли с каким-либо наполнителем, цвет вафли должен быть однороден и цвет наполнителя также должен быть однороден. Не должно присутствовать в продукте запаха, который говорит о том, что герметичность упаковки была нарушена и там может развиваться различная грибковая структура, например, плесень. Кроме упаковки и срока годности уделите время составу продукта. Часто для удешевления производители используют сахарозаменители вместо обычного сахара, добавляя пустые углеводов и так достаточно калорийный продукт. Подсластители, различные вкусовые добавки, которые, собственно, чем их больше, тем меньше пользы от продукта. И необходимо смотреть состав этого продукта. Если он вдруг записан не полностью, то необходимо вбить в интернет те технические условия или ГОСТ, которые указаны в упаковке. Так вы точно будете уверены в том, что едите. А вот о том, кто из героев сегодняшней программы успешно пройдет наше испытание на качество и какие вафли гость выпуска посчитает самыми вкусными, смотрите далее. Внимание! Программа «Сохраняйте чек» не направлена на рекламирование товаров и услуг. Участие рекламодателей исключено. Цель программы – повышение уровня покупательской и потребительской грамотности граждан. Мягкие вафли – идеальный вариант для быстрого завтрака. Конечно, если у вас есть вафельница. Ведь готовое тесто может храниться несколько дней, а на выпекание уходит всего 2,5 минуты. Кроме того, такой завтрак быстро не надоест. Ведь можно использовать не только сладкие начинки, но и, например, бекон или колбасу. Посмотрим, что предлагают нам производители и проверим качество героев нашей программы в рубрике «Глубоко субъективные тесты». Мягкие вафли не должны быть бледными, но и слишком темный цвет означает, что продукт перед вами не лучшего качества. Светло-коричневое, слегка поджаренное аппетитное лакомство – идеальный вариант. Именно таким оказался третий участник. Мягкость – обязательный критерий выбора такого десерта. И проверить, насколько мягкий перед вами продукт, можно еще в магазине. Ведь чаще всего упаковки таких вафель тонкие и полупрозрачные. Действительно мягкими оказались вафли под номерами 1 и 3. Очень приятно, когда кроме вафель в продукте есть и обещанная начинка. Посмотрим, сколько ее в наших участниках. Лучшими здесь оказались вторые и третьи вафли. Важно, чтобы такие вафли хранились в строго герметичной упаковке. Ведь если на ней будет хотя бы один небольшой порез, продукт потеряет свою главную особенность – мягкость. И если вы решили полакомиться таким продуктом, необходимо съесть его целиком, а не оставлять на потом. Именно поэтому производители кладут в упаковку чаще всего лишь две вафли. Будьте внимательны в выборе продукта и не забывайте наши советы. Существует стереотип, что мягкие вафли – десерт исключительно для девушек. Но он уже давно изжил себя. Пример тому – Александр Кузнецов. Несмотря на то, что он уже профессиональный геймер и со своими соперниками обходится довольно жестко, мягкие вафли очень любят. Попросим его продегустировать наших участников и выбрать лучшего из них. Из трех представленных вариантов мне больше всего понравился первый, так как у него более вкусная начинка, более органичный вид. Что говорить про другие два варианта, они не очень на внешний вид и не такая вкусная, и больше как искусственная начинка. Из трех представленных вариантов я выбираю номер один. В сводной таблице представлены результаты всех испытаний. Наши участники достойно боролись, но в лидеры выбился лишь один. На этой неделе лучшими оказались вафли торговой марки «Шарлиз». Поздравляем победителя! Думаю, теперь вы наверняка сможете выбрать действительно хороший продукт и не ошибетесь в покупке. Главное, не забывайте сохранять чек, чтобы было что тестировать. Смотрите нас на телерадиокомпании «Губерния» или заходите на официальный сайт. Увидимся на следующей неделе. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!